По дороге мы проезжали мимо заброшенных, полузаброшенных баз отдыха, которые до сих пор, в принципе, принадлежат каким-то предприятиям. И вот смотрите, какие тут есть еще постройки, с какими надписями «Искусство принадлежит народу». Сколько уже лет этой вывески. Что-то когда-то принадлежало народу. Остатки былой цивилизации. А вот охрана, а вот охрана, вот охрана. Ты мальчик или девочка? Тихо, Лёся, тихо, Лёся, халюся, халюся. А Лёся, собака, ты охраняешь здесь. Ай, молодец, молодец. Вот, пожалуйста, грибы. И побольше, и поменьше размер. И не так уж их и мало. Еще может даже оказаться, что несъедобные. Какой-нибудь чесночник или что-нибудь из этой серии. Но брать моих не будет. Не-не, пусть растут в себе дальше. 7 января 2022 год, правильно я сказала? Год. Приехали мы в Орловщину, на Московский район, Днепропетровская область. Сегодня, ну, так не сказать, что чистое ясное небо, но проглядывает солнце. И мы решили выехать прогуляться. Подышать свежим воздухом. Попытались пока ясное небо запустить в квадрокоптер, но ветер помешал. Не знаю, получится или нет. Еще попробуем где-нибудь на открытой местности. Периодически выходит солнышко. Красота. Кстати, ну, народа не так уж и мало. Подъезжают люди на машинах. Здесь, так можно сказать, с краю мы подъехали. Далеко в лес сегодня не будем забираться. Просто прогулочный маршрут. Сейчас хотим подойти к реке. Покажем, тут пляжи есть. Ну, тоже, по-моему, еще старенькие такие. Да, вот мы были, когда... Ну, по-старому еще в советском апгрейде. Мы здесь, когда последний раз были, был страшный ливень, помнишь? Ага, точно. Неудачно. Ага. Не, ну, как-то удалось тут погулять. Ну, это вот еще советские такие пансионаты какие-то здесь. Это санаторий МВД. Ага. Ну, он явно действующий. Тут все ухожено. Кроме беседок, по-моему, ничего такого нового. Вот одна беседка вообще тоже с советских времен еще, наверное, или 90-е годы. Ну, это всякие современные беседки. Вон там тоже машина стоит. А мы точно сюда зашли? Может, надо было правее? На правильную дорогу. Тут уже точно не забудемся. А, еще ниже нам надо, да? Не отключить камеру, потому что я спускалась вниз, и тут периодически скользко. А я боюсь подвернуть ногу. У меня, как и в прошлом году, надрыв связок был. Ну, уже как бы все, в принципе, восстановилось, но не хочется повтора. Опять вот идут старые, заброшенные. Тут уже явно видно дома отдыха. Видите, какие здесь уже поломанные ограды. Кстати, в прошлый раз такого не было. Кто-то выломал. Так буду вам показывать мимоходом и строения, которые там остались. Ну, и саму территорию. Кто-то гуляет, а впереди тоже видно люди. Так что, в принципе, здесь не страшно. Сейчас я имею в виду. Звуки странные там ко мне доносятся из заброшенной территории. Непонятно, то ли это какая-то птица, то ли это люди. Надеюсь, что это природные какие-то просто звуки. И ничего страшного там не происходит. Ой, чуть не упало. Вот тут рынок, да? Да, семечки. То есть, какие-то местные жители. Местные выносили молоко, яблоки. Ну, по сезону. Сюда все время прибегали. Ну, совсем небольшой. Жители утром ходили там молоко, покупали творог. Там высочинение. Бегали семечки, пирожки какие-то выносили. Вот так сюда. Такая молока была. Старая-старая. Да. Эти раздевалки. Когда их красили в последний раз, непонятно. Там за забором здания. А это была вот здесь, где сейчас белое здание, была турбанка от строительного забора. Называлась белая акация. Мы сюда регулярно приезжали. Ну, непонятно. То ли она отреставрированная просто. Она, скорее всего, что выкуплена, поскольку, видишь, откуда современное здание. В любом случае, как бы, молодцы, что не заброшено, что как-то... Ну, это вот тоже старенький пляж. Вот крыши какие. Тоже пришедшие в печальное состояние. Вот рядом здания старые. Те, которые заброшенные турбазы. Там, мне кажется, ветер такой не получится. Вот видите, в окнах нет стекол. То есть здесь уже все давным-давно заброшено. В эти дома отдыха ездил мой дедушка, как ветеран Великой Отечественной войны. Ветер такой сильный. Не знаю, будет ли вам хорошо слышно, получится ли хорошо. Звучка вряд ли. Ну, река, Сатара. Лёд практически полностью. Вот с этой стороны полностью лёд на реке. А вот там, с той стороны, вижу воду. Ехали через мост, видели рыбаков. Сидят на льду, ловят рыбу. Ой, красота какая, небо. В льду опасно ходить. Вон такие трещины, лунки. Почти возле берега. Так, метра два, наверное. Ну, как там на экране? Крыша тут такая полуразвалившаяся. Тут уже опасно и находиться под ней. Посидеть ещё можно, но никто не гарантирует вашу безопасность. Привет! Здесь какой-то спуск к воде. Тоже состояние опасное. Плесенка тоже там полуза гнила. в ступеньках. В общем, понятно, что эта территория относится вот к этой базе. Идёмся дальше. Вдоль вот этих заборов действующие, посмотрим. Базы уже заброшенные. Там даже, вот видишь, нет уже стёкол. маленькие такие, совсем крохотные домики. Я не знаю, сколько там. Сколько у них площадь у этого маленького домика, как ты думаешь? Такая маленькая. А мне кажется, он крохотный, просто крохотный. Я думаю, что их ещё можно восстановить, эти дома. Такие бетонные, вот эти вот блоки, да, они... Я думаю, без проблем. Да. Я ещё... Может, просто все эти комиссушки маленькие, чтобы быть... тем, что это какой-то определённый комфорт, или... Не, ну да, 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 это бюджетный отдых. Разные конструкции дома. Здесь уже, наверное, в 90-е сюда надстраивали. Там тоже он всё разубрано. Это для лодок, да, наверное, площадка? Для площадки. Ага. Тут, наверное, тут, наверное, для катамаранчиков. Да, 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 для катамаранов. Это какой-то КПП, контрольно-пропускной пункт. А, ну, наверное, эту лодочную стояночку и охраняли, скорее всего. Доска информации сохранилась. Ой. Скользко, ужас. Ничего себе. Ну, что собака все протрубывает, и не знаю. Ну, а эта собака не животное. Практически, как моя рука. Медведь, что ли? Что это за собака? Мама. Ну, маленький мишка. Да, конечно. Маленький мишка. Что тут маленький? Ха-ха-ха. Река здесь делает поворот. Нам скоро надо будет делать поворот в другую сторону. тут, в общем-то, одна большая смотровая площадка. Вид просто обалденный. Так, идешь. Сколько тут мы прошли? Наро километр, да? Где-то километр мы прошли. Вот, видите, такой изгиб и сплошная красота. Пытаюсь я пройти вот на этот причал. Тут, конечно, опасно. Ну, ничего. Сейчас попробую. Вроде нормально. Оп. Порядок. Ой! Вот тут прям бассейн, смотри. Так вот, есть бассейн для двух и тридцать. Да-да-да-да-да-да-да. Опа, классно. Да. Тону. Сейчас провалишься. Не надо. Все под контролем. Вон, рыбка. Я даже не заметила. Странно. Но он не мерзший, он лежит сверху. Непонятно. Нет. Вот тоже красота. Хоть и пасмурно, но все равно релакс. Сколько метров так приблизительно? От берега до берега. Ну, там, кстати, такие снеговые какие-то тучки на горизонте. направо-налево-налево. Наверное, вот так вот. Мне кажется, мы прямо ходили. Вон, кстати, там заброшенные здания. А смотри, какой новый забор. То есть выкупленная территория. Вон-то внутри даже матрасы видно. И лампы остались. И лампы остались. Шторы висят, в которые десятилетия. Да, я живу, там и люстры сохранились, и даже обои. Это только говорит о том, что все-таки охранник тут какой-никакой не есть. Да, она кому-то принадлежит территория, но... Она охраняется. Вот зачем стекла бить? Это большая загадка. Сеточка от комаров висит. Какой прочный тюль был в Советском Союзе. Там такие были обои в одном домике, классные такие, красного цвета, крупные. Жалко, что я не показала. Там на территорию, конечно, зайти можно, но... Да-да-да, огромные лапы такие. Прям такие когти, честно говоря. Это подушечки лап, кофе не есть. А вот и когти, с этой стороны, как четко. А, да-да-да, точно. У меня туда палец пролазит. Вот там, где коготь. Вот такой, как у меня указательный палец. Собака Баскер Видли. Вон мебель, шкафы. Конечно, везде плафончики. Да-да-да-да. Ну, такие плафоны стандартные. Ух ты. Наверное, сюда будет не видно. Это какой-то, видать, домик для начальства. На три лампы. На три рожка. И смотри, одна или это разные комнаты. И во второй комнате тоже на три рожка. Это сложные. Разные входы? А. То есть, потолок в середине такой беленький. Краска, да. Странно. Ну, это, наверное, отсюда просто так кажется. На фоне стены, что он очень белый. Наверное, да. Вон кровати стоят, да? Остатки какие-то. Вон там кровати сложены. Тут такое впечатление. Стрельба была. Видишь? По всем стеклам. А, ну это просто камни кидали. Ну да, скрещали. Ну да, скрещали. Это здание. Один фундамент остался. А, и вот еще тоже. Наверное, тоже домики были. Сто процентов. Ничего-то. А, ну может быть, они были деревянные. А, может быть. Их только собирали здесь. А, да, да, да. Точно. О, а вот это собака. Похоже, это собака. Будем надеяться, что она хорошо привязана. Хорошо, что она за большим высоким забором. Я, кстати, когда ты шла, мне было, наверное, лет 15. И забор был такой низкий. В частном секторе жила. И две кавказские овчарки. И одна берет и перепрыгивает. И моя одноклассница успевает убежать. И вот, как вкопанная, остановилась. И этот кавказец перепрыгнул. Стал лапами так мне на плечи. Обнюхал все лицо и перепрыгнул обратно. Ужас. Видите, это то, что мы вам показывали. Справа вот эти турбазы. А это уже выкупленная там территория. На ней новые постройки. Может, какой-то частный дом. Может, какой-то... Да, я тоже так думаю, что частный дом. Но на территории, видишь, много еще сохранилось старых домиков. Так. А мы сейчас пойдем туда. Там, по-моему, нет никаких строений. Там просто лесопосадка. Да? Пройдемся. Там обычно пикники устраивают. Там такое есть классное дерево. С большими корнями, которое, помнишь, из почвы выступает. Мы тут даже как-то грибы, по-моему, собирали. Маслята. Ну, несколько штук мы нашли. Да, там был рог такой. Собирать, мне кажется, тут очень сложно. Количество грибников тут зашкаливает. Ну, гуляющих, которые в том числе и подбирают. Ездить сюда специально для сбора грибов, мне кажется, абсолютно безнадежное мероприятие. Мы тоже приехали сегодня и нашли. Какие-то грибы съедобные, несъедобные, непонятно. Где-то здесь мы собирали грибы, по-моему. Вон там тоже машина. Вот такая вот канавка и в ней маслята мы собирали. Там болото. Вот до болота мы не дошли, надо было посмотреть под осиновики, под березовики. Не, мы как-то доходили там до воды. Я помню. Не, мне кажется, то же самое. Просто, вы видишь, их немножко вывернуло. Шляпки. Вот, видишь? Это постарше уже, а это такие, как мы видели. Сейчас надо приехать домой, посмотреть энциклопедии. Лучше не надо, а то вдруг окажется, что они съедобные. Да, придется ездить в январе. Наберем следующий этап. Ну, нам зрители напишут точно, что это за грибы. Что за бугор? Слушай, ну реально такое ощущение, как будто здесь должен был быть гриб. Здесь желудь, смотри, прорастает. А мы ему помешали. Здесь желудь. Странно. А за счет чего такая кучка? Ну, не знаю. Один желудь не мог. Подожди, второй вот желудь тоже с этим самым. И третий. Я подумала, что это залив. Это просто маленькое болото. Но речка вот туда вот. Ага. Странно холодно. Трава растет и все. Недостаточно. Мороз будет по 10 минут. Ну, аж под снегом была трава. Но дерево, о котором я говорила издалека кажется дерево маленькое, но реально большое, корни здесь огромные. Локация для фотосессии хорошая. Сфотографируешь меня? Ну, я еще хочу. С этим забором, кстати, такие явно видно из старых домиков переделаны в новые. Их этой вагоночкой. Да, да, да. Там есть жизнь. Сейчас завернем, посмотрим, кому принадлежит эта турбашка. Там с футболом связано, да? Как это расшифровывается? Да, спортивная какая-то. Олимпийская стена в улице, да? Да, что-то Днепропетровский футбольный клуб. Долго распаковывать. Тоже по карте надо глянуть. Олимпийцы. Мы снимаем, и нас камеры снимают. Классная прогулка. Мы уже, похоже, все разъехались. Мы сюда приехали не первые. Люди с самого страны сюда по приезды. Как красиво солнце вышло. Совершенно другие краски. И небо, и деревья. Классная прогулка. Классная прогулка. Классная прогулка. Продолжение следует...